В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Какие вопросы рассматривались на координационном совете? Была единая строка за содержание жилого помещения для жителей, в том числе услуга за вывоз мусора. На внеочередном заседании Совета депутатов городского поселения Видное принято решение о лишении депутатского мандата Павла Грудинина. Из 13 депутатов, присутствующих на заседании, 11 проголосовало за представление прокуратуры, то есть оно было удовлетворено. Где готовят к поступлению в школу? В Центре детского творчества «Импульс» работает школа раннего развития для дошколят, в которой ребята постигают азы множества дисциплин. Сначала мы делали подставку, потом мы делали бугорки на нем, потом мы делали самого пингвина. В здании администрации Ленинского района состоялось очередное заседание Координационного совета общественных объединений муниципалитета. Детали собрания в материале Екатерины Коваленко. В работе заседания Координационного совета приняли участие заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков и представители 34 общественных объединений муниципалитета. Началась встреча с приятной минуты. Собравшись и поздравили с юбилеем председателя Ленинского районного отделения Всероссийского общества охраны природы Наталью Калинину. Позвольте вам вручить адрес от Валерия Николаевича. Далее перешли к повестке дня, главным пунктом которой стал вопрос, связанный с изменениями оплаты за услуги ЖКХ. Так, с этого года действуют другие правила обращения с отходами и введены новые тарифы на вывоз мусора для населения. Реформа призвана упорядочить эту сферу и сделать ее прозрачной. Первые изменения жители увидят в платежках 2019 года. Была единая строка за содержание жилого помещения для жителей, в том числе услуга за вывоз мусора. Теперь она выведена отдельной строкой, я сказал, что в разных платежных документах. Либо через МОС «Энергосбыт», либо через МОС «Обл.Ирс». Теперь Ленинский район обслуживает Каширский региональный оператор. Расценка за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов составляет 8 рублей 32 копейки за один квадратный метр. Что касается частного сектора, то здесь введена тарифная сетка в зависимости от общей площади строения. Например, за дом от 50 до 100 квадратных метров платеж в месяц 200 рублей, а за метраж 100-150 – 400 рублей. Приятная новость ожидает всех неработающих пенсионеров. Им предоставлена скидка 30 и 50 процентов, а люди старше 80 лет и вовсе освобождены от оплаты. Рассказал Александр Усков и о новом стандарте сбора мусора – двухконтейнерной системе, где серые баки предназначены для бытовых отходов, а синие – для сухих, таких как пластик, стекло, макулатура и металл. Под мониторинг управляющих компаний регионального оператора 2300 контейнеров серых. Сегодня мы поставили пока 1441 контейнер. И нам потребуется, казалось бы, сегодня вы видите по одному контейнеру синему, но мы приняли решение вместе с региональным оператором поставить 895 контейнеров синих. То есть где-то по два. Задержка связана с небольшим количеством заводов, производящих такое оборудование. Впрочем, по заверениям властей, уже до 1 мая появятся на своих положенных местах все серые контейнеры, а до 1 июня – все синие. Тема вокруг вылаза мусора острая, вопросов по ней было немало. Но нашли время участники Координационного совета и на обсуждение других насущных проблем. У нас в районе нет спорта для инвалидов. Нет. У нас единственный бассейн в Гульнары, в который ходят дети, спасибо ей большое. Она говорит, я не в состоянии еще взять 18+. А молодежь 18+, им же тоже хочется где-то что-то прийти и чем-то позаниматься. Ситуацию прокомментировала исполняющая обязанности начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского района Ольга Амарова. Мы прорабатываем сейчас открытие отдела по работе с инвалидами при дворце спорта города Видное. И для того, чтобы, так сказать, что-то преподавать инвалидам, этот человек должен быть специально обучен. Не просто тренер дошел он со всеми, он специально должен обучен быть работе с инвалидами. На создание этого отдела уйдет примерно два месяца. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. На внеочередном заседании Совета депутатов городского поселения Видное было принято решение о лишении депутатского мандата Павла Грудинина. Заседание прошло под председательством Игоря Коршакова. Также на нем присутствовали глава поселения Моисей Шамаилов и его заместители. Всего в заседании представительного органа власти приняло участие 13 депутатов. Помимо народных избранников и руководства города, в зале собрались и рядовые граждане, выразившие желание присутствовать на мероприятии. В повестке дня сегодня рассматривается вопрос, в котором содержатся персональные данные одного из наших депутатов. Поэтому я обязан поставить вас в известность об этом и предложить рассмотрение данного вопроса провести на закрытом заседании. После премии большинство депутатов проголосовало за это решение и заседание продолжилось в закрытом режиме. По его итогам гендиректор совхоза имени Ленина Павел Грудинин больше не является депутатом городского поселения Видное. Совет депутатов лишил его мандата на основании представления Видновской городской прокуратуры. Это решение было вынесено на заседание Совета депутатов и большинством голосов оно было принято по требованию прокуратуры. И решение вступило в свою законную силу. Несколько недель назад Павла Грудинина сняли с должности председателя Совета депутатов. Поводом для нового решения стали обнаруженные городской прокуратурой нарушения при подаче декларации о доходах. По информации надзорного органа Грудинин не указал сведения о владении компанией в одном из офшоров. Из 13 депутатов, присутствующих на заседании, 11 проголосовало за представление прокуратуры. То есть оно было удовлетворено. Один депутат воздержался и один депутат проголосовал против. Решение Совета депутатов вызвало неоднозначную реакцию у собравшихся в администрации жителей. Впрочем, и сама фигура бывшего председателя Совета депутатов, который, ко всему прочему, не является жителем Видного, имеет не лучшую репутацию у многих горожан. В тех муниципальных образованиях, о которых мы говорим, там должны быть именно жители, либо хозяйствующие какие-то руководители именно этого муниципального объединения. Весь Совет превратился в базар. Базар, который не вносил сумятицу, он просто пытался развалить город. Напомним, Павел Грудинин стал членом Совета депутатов города Видной 10 сентября 2017 года. 29 сентября того же года он был избран председателем Совета депутатов. В Видновскую детскую школу искусств второй год подряд приезжают педагоги, как российские, так и зарубежные, чтобы показать мастер-класс по разным специальностям. Интересные музыкальные уроки проходят в рамках общероссийской программы «Юрий Башмет молодым дарованием России». Так в этот раз певица Ирина Крутова поделилась своими секретами эстрадного вокала. Благодаря идейному вдохновителю Юрию Башмету с 2013 года ученики детской школы искусств города Видное получили замечательную возможность заниматься с прославленными музыкантами и прекрасными педагогами, которые с удовольствием делятся своими знаниями и опытом. В этот раз Ирина Крутова, исполнительница старинных и современных русских романцев, ретро-шлягеров, хитов советской эстрады, провела вокальный мастер-класс. Я рада, что есть возможность позаниматься с ребятами, увидеть, услышать то, чем сейчас занимаются подрастающие поколения, какие песни они выбирают. Это всегда интересно. Вообще обмен – это очень важно. И для них важно общение со старшими. Принять участие в музыкальном уроке могли все желающие. А так как мастер-класс шел в течение двух дней, Ирина Крутова смогла уделить внимание абсолютно каждому, дать нужные советы и даже помочь избавиться от страха и зажимов на сцене. Ты не руками поешь. Руки тебе в помощь, но звук в тебе, и ты его должна открывать. И связывать нужно нотки пения. Это ноты, которые тянутся. Валерия Одышева занимается музыкой уже шесть лет. И в отличие от многих, на сцене чувствовать себя очень комфортно. На мастер-классе девочка показала очень артистичный номер. Ирина Крутова осталась довольна ее выступлением и сделала юной певице лишь одно замечание – добавить больше разных эмоций. В этом мастер-классе мне дали очень полезные советы. И я выделила для себя самое важное. Поняла, как правильно нужно делать, чтобы было легче, чтобы слушателям больше нравилось. Конечно, такие мастер-классы помогают и педагогам школы, которые также многому учатся на этих занятиях. А после имеют возможность по-новому строить свои собственные уроки, воспитывая музыкальное будущее нашей страны. В Центре детского творчества «Импульс» работает школа раннего развития для дошколят, в которой ребята постигают азы множества дисциплин и постепенно готовятся к поступлению в первый класс. Математика, развитие речи, ритмика, музыка, рисование, декоративно-прикладное творчество. Расписание у воспитанников объединения «Веселая нотка» довольно разнообразно. На одном из занятий побывала и наша съемочная группа. «Веселая нотка» – это программа всестороннего развития для дошколят. Сюда входят занятия по математике, развитие речи, ритмика, музыка, а также рисование, аппликация и лепка. В Центр детского творчества «Импульс» на занятия объединения «Веселая нотка» ребята приходят четыре раза в неделю. Старшей возрастной группе сегодня предстоит раскрашивать собственноручно сделанную из глины скульптуру. «Какая особенность императорского пингвина? Клюв его длиной 8 сантиметров – это очень приличный клювик. Голова у него черная, на клювике есть полосочка оранжевого цвета. На шейке у него оранжевое ожерелье, голова черная, а спинка серая. Вот сегодня мы с вами будем акриловыми красками аккуратно раскрашивать нашу мини-скульптуру». Ребята очень стараются, ведь на поделку потрачено уже немало времени. «Сначала мы делали подставку, потом мы делали бугорки на нем, потом мы делали самого пингвина, клюв, потом уже сделали крылья, лапки и хвост». Если что-то не получается, педагог всегда готова прийти на помощь. «Аккуратненько, на свои льдинки не заходим. Так, хорошо. Теперь давай вот так повернем, вот с этой стороны. Сложно тебе было вот такого пингвинчика сделать сегодня?» «Да». «Сложно? А почему сложно было? Лепить сложно было или раскрашивать?» «Лепить». «Лепить, да? А раскрашивать не сложно? Нет?» Мария Пчелкина ведет у детей занятия по лепке, живописи и аппликации, а также преподает дошколятам основы математики. «На аппликации мы работаем с разными материалами, тканями. На лепке мы лепим из глины, из пластилина, делаем пластилинографию, налепы, балерьефы. Также мы занимаемся, вот сегодня вы видели, малой скульптурой, которую дети от самого начала делают до конца сами, осваивая полностью весь процесс». Веселой нотке занимаются ребята от трех до шести лет, которые не посещают детский сад. У них по два занятия в день. Одно посвящено творчеству, другое – более серьезным дисциплинам. Математике, развитию речи, музыке или ритмике. «Они играют на музыкальных инструментах, они изучают песни, они изучают композиторов, и также они там поют и танцуют. Каждому предмету отдельное внимание уделяется. Ребенок может полноценно войти в этот предмет, его понять, освоить и понять, что в дальнейшем ему близко». Такие занятия позволяют подготовить детей к школе и развить их творческие способности. Да и самим ребятам очень нравится. И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 28 февраля, на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночной снег к утру затихнет. Днем ожидается мелкий дождь, которому вечером на смену вновь придет снег. Температура плюс 2 градуса. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова